Строительство мостов через Днепр, увеличение субвенций из госбюджета, а еще завершение газификации сел в регионе. Эти и многие другие вопросы обсудили представители областной и городской власти на встрече с народными депутатами Украины, которые прошли в парламент от Запорожской области. Участники круглого стола подняли ряд актуальных вопросов, подробности в сюжете наших журналистов. Стройка века. Запорожские мосты через Днепр вновь стали главной темой обсуждения на встрече в обл. администрации. Там собрались народные депутаты Украины от Запорожской области, а также представители городской и областной властей. По словам губернатора Константина Брыля, общими усилиями местной власти восстановление строительства этого объекта сдвинулось с мертвой точки. 20 миллионов из областного бюджета, и, насколько я знаю, расследовалось вопрос и в мэрии города по 40 миллионов из местного бюджета. Это одно из вопросов, которые ставил нас на нараде вице-премьер-министр про співфинансирование. 200 миллионов выдаёт государство, и 60 миллионов выдаем мы. 40 – города и 20 – область. Свои вопросы и наши обещания мы с мэром города выполнили. Еще один актуальный вопрос, который озвучил городской голова на встрече с нардепами – необходимость приостановки действия постановления Кабмина, которое обязывает тепловиков отдавать 90% средств, поступающих от населения за тепло, на оплату газа. В казне гортеплосетей будет оставаться только 10%. Из-за этого предприятию не за что будет выплачивать зарплаты работникам, рассчитываться за электроэнергию и поставку воды, а также готовиться к следующему отопительному сезону. По словам городского головы Владимира Буряка, сейчас предприятие переживает нелегкие времена. По состоянию на 1 июля долги концерна достигают порядка 500 миллионов гривен. Мэр отметил, их погашением занимается городская власть. Две недели назад было подписано соглашение с НАК на автогазу Украины о реструктиризации этого долга за счет городского бюджета. То есть практически 100 миллионов каждый год город Запорожье будет отдавать для того, чтобы мы получили возможность получить газ по той цене, которая будет введена с 1 июля этого года, то есть с сегодняшнего дня. То есть это по 6 тысяч 800, а не по 14 или 15 тысяч. Кроме того, Владимир Буряк отметил, на минувшей сессии Гурсовета депутаты внесли изменения в порядок расчета средств паевого участия. 10%, которые застройщики должны были отдавать в бюджет города, стали неподъемной ношей для запорожского бизнеса и барьером для инвесторов. Эта проблема стала актуальной для всей страны. Запорожье первым приняло решение, которое ожидают потенциальные инвесторы, готовые вкладывать деньги в Украину. Снижение паевого участия до 1% станет мощным импульсом для развития Запорожья, уверен Владимир Буряк. Решение, я считаю, довольно резонансное и для Украины, и для города Запорожья. С 10% паевой участия мы приняли решение о том, что мы спускаемся до 1%. На сегодняшний день, в той ситуации, которая сегодня сложилась, я считаю, что эти 10% для инвестора – это практически налог, который существовал. Сегодня это 1% с момента принятия, то есть вчерашнего числа. Кроме того, за круглым столом поднимался и ряд других актуальных вопросов. Это реконструкция Запорожского аэропорта, ремонт дорог областного значения и завершение газификации населенных пунктов региона.